Я приветствую всех на своем канале. Очень многие зрители в течение всего этого года просили меня показать базар, который располагается в Манавгате, где туристы могут пошопиться. Сегодня, наконец-то, я добралась до такого ролика и покажу вам базар, расскажу, как до него добраться и вообще, что там можно увидеть и купить. Хочу сразу отметить для всех тех, кто впервые приезжает на отдых в Сиде, базар у нас основной городской, где отовариваются местные, располагается не на самом курорте Сиде, а в городе Манавгате. Вообще, в Манавгате практически каждый день у нас есть базар, но для туристов подходит именно базар, который работает по понедельникам и по четвергам, потому что именно в эти дни базар располагается в центре города, соответственно, вам проще до него добраться. Сегодня я вам покажу базар, который функционирует по понедельникам. Смотрите, если вы едете со стороны таких поселков, как Эвренсики, Кумкёй, также Чолоклы и Гюндолу, то есть все те поселки, которые располагаются ближе к Анталии, то вам необходимо будет высадиться вот рядом с такими вот магазинами. Не нужно запоминать этот магазин, поскольку скажите водителю, что вам надо на базар, и он вас остановит прямо здесь, где я сейчас иду. Вот так вот этот вот дом уже остановил, вот такие дом уже функционируют. Вы пройдете буквально пару шагов, и начнется базар. Если же вы приезжаете со стороны таких поселков, как Кызлач, Кызлоот, то есть ближе к Алане, которые находятся, вы высадитесь на противоположной стороне, рядом с культурным центром, где я только что была, там есть остановка. Буквально перейдете вот дорогу вот здесь, и уже здесь базар у нас начинается. Базар работает с самого утра, с 8 утра, и вот сейчас я зайду для вас на базар, будем смотреть с вами, что здесь есть, что продается. Пожалуйста, вот заходим. Кстати говоря, хочу заранее попросить вас поставить мне пальчики вверх, для того, чтобы видео продвинулось, и соответственно вы помогли развитию моего канала. Заранее всем спасибо. Вот поначалу я только захожу, я уже все, что вижу, то и говорю. Пожалуйста. Очки. Различная фейковая техника. Это все стандартно. Вот, пожалуйста. Нижнее белье. Целый ряд прямо. 20 пар, 5 евро носки это у нас. Я раньше вам говорила, что в Манавгате на базаре тоже устанавливают цены в евро. Мне писали, да что ты говоришь? Ну, смотрите, пожалуйста. На фрукты и овощи, конечно, такого нет, но на такие вот вещички, пожалуйста, вот здесь сувениры, чемоданы. Пожалуйста, здесь есть станция специями, лукумный развес. Интересно, сколько стоит спросить? Вот здесь есть чайный развес, также есть специи разные. Я только что спросила, килограмма развесного лукума начинается от 100 грамм, нормальная, вполне себе цена. Вот здесь, смотрите, разные тоже есть. Напротив, пожалуйста, любого вида, кроссовочки, простите, Nike Adidas. Вот здесь уже зимнее, что-то продают. Свитшорты, курточки, спортивная форма. Ну, вот дальше можно найти, пожалуйста, эти вот все риманы, сумочки. А вот здесь целый отдел с купальниками, пожалуйста. Ой, я, если честно, даже не знала, что на этом базаре всего так много. В общем, здесь самое, что у нас есть, настоящий туристический базар. Здесь есть все, все, что вы всегда видите на обычных базарах, это то же самое. В общем, я вырвалась из этого плена сумок, ремней, одежды, тапок и так далее. И, наконец-то, вышла на нормальный базар, где отовариваются у нас местные. Я хочу вам сразу сказать, вот мы заходили, да, с вами, как вот мы заходим сразу. Если вы хотите посмотреть всякие вещи, такие туристического толка, да, то поворачивайте налево. Если же вы приходите там за овощами, специями, фруктами и так далее, то поворачивайте направо. И вот здесь вот выходите на базар. Так, ну что, что вас интересует, что вам показать, что вам рассказать. Здесь тоже специи, кстати говоря, есть. Бегучики бельми. Это шокидры, дамяты. Чинчик, я вам дагестеряю, не варпазар, да несо-то, я в тюрьке. Это алмин ганалам. Наса? Алмайяма. И окруз. Крусс, яма. Кем бельми. Бельми, 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 бельми. Бельми, 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 бельми. А, ааа. Здесь даже, вот видите, написано по-русски все. Можете посмотреть цены. А 2 евро, 3 евро. Вот здесь 20 лир тоже. Вот, целая куча специй. Специя для мяса, баранины, например. 2 евро, но это 20 лир. В общем, здесь полно всего. Вот, пожалуйста, эти чаи на развес также здесь продаются. Ну, а теперь давайте посмотрим на другие товары. Вот яблоки по 5 лир килограмм. Пожалуйста, грецкий орех 35 лир килограмм. Здесь тоже всякие вот есть на развес сухофрукты, орешки. Виноград килограмм 10 лир. Вот перчики красные гигантские. Смотрите, какие гигантские. Я такие все время домой покупаю. 5 лир килограмм вот таких вот перчиков. Пожалуйста, кукурузу продают. 1 штука 2 лиры, 5 штук 10. Вот все написано. Дыня килограмм 3 лиры. Посмотрите, здесь какой интересный инжир продается. Инжир с медом. 45 лир килограмм. Морской окунь, который разведенный 60 лир килограмм, а который пойманный, он уже 85 лир килограмм. И также с дорадо. Дорадо 60, которая разведена, а 70 это, которая выловлена в море. Пожалуйста, инжир. Мой любимый, самый, что ни на есть, настоящий, свеженький инжир. 15 лир килограмм. Обожаю инжир. Любите инжир? Если, да, пишите обязательно в комментариях, кто еще такой, как я, обожают просто инжир. Вот, кстати говоря, здесь есть домашнее оливковое масло. Также томатная паста. И гранатовый соус, это все домашнего приготовления. Груши 8 лир килограмм. Сливы 5 лир килограмм. И вот такие шок-то вообще, посмотрите, тоже груши. Вот такие вот 8 лир килограмм. Вот, клубничка здесь продается. Только что спросила, 10 лир. Вот такая вот кошечка. Стоит 10 лир. Взяла себе одну домой. Решила заказать себе сок. 10 лир, либо 1 евро. Вот сок. Есть. Я не с дружной. Есть. А чем я тебе купил 5 лир? Это очень 10 лир. Нет. Взяли. Это. Это. сейчас я вам еще раз покажу куда он сворачивать если вы хотите напрямую пойти на фруктовый рынок базар где все овощи фрукты вот отсюда начинается ваша дорога к базару вот смотрите здесь проходит чуть-чуть прямо и если вы поворачиваете направо то вас ждет там фруктовый овощной ягодный базар специи и орешки и так далее тому подобное там с правой стороны будет самый что есть настоящий базар для местных если вы пойдете налево то увидите там очень много различных лавок вещи обувь очки и часы и сувениры в общем вот так вот проходит прямо по этой дороге пойдете налево туристический базар пойдете направо базар для местных на сегодня получился у меня такой вот обзорчик базара надеюсь вам был он полезен если у вас остались какие-то вопросы не забывайте задавать их в комментариях постараюсь на все ответить еще приложу адреса данного базар для того чтобы вам было легче ориентироваться по картам по google картам конечно же на сегодня получился вот такой обзор надеюсь что он вам очень понравился и пригодился если так ставьте обязательно пальчики вверх но я с вами не прощаюсь мы обязательно увидимся в следующем ролике